Добрый вечер, дорогие друзья! Как всегда, в эфире телеканала Алматы. В это время программа «Вечерний гость». Очень интересный герой у нас сегодня в программе. Человек, который родился в городе Атарау в 1973 году и с тех пор исключительно решил посвятить себя творчеству. Но вот интересные детали, что учиться все-таки он начал в морском рыбопромышленном колледже, после окончания которого работал в 1995 году в историко-краевическом музее города Атарау. С тех пор четко понял, что хочет свою жизнь связать именно с художеством. В 1995 году поступил в Казахскую государственную художественную академию в городе Алматы и начал работать исключительно как художник. Активную свою деятельность развернул он в 2008 году. С тех пор этот человек проехал со своими выставками, выставками своих картин полмира. Был в таких странах, как Южная Корея, Соединенные Штаты, Германия, Франция, Польша и многие-многие другие страны. Одним словом, если говорить в двух словах, сегодня этот человек один из самых продаваемых художников нашей страны. Серик Буксиков, герой нашей программы. Давайте его встретим. Серик, добрый вечер. Приветствую. Пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Серик, насколько я понимаю, истинного художника к творчеству вдохновляет окружающий мир, те люди, та природа, те ландшафты, та страна, которая его окружает. В этой связи казахстанский художник тоже имеет некую свою идентичность, которая по-настоящему отличает его от всех остальных. Ты знаешь, современная действительность, она настолько насыщена событиями, яркими образами, красками и эмоциями, что не нужно напрягаться в плане погружения в эти дела. То есть для того, чтобы начать рефлексировать, начать производить из себя какой-то художественный продукт, то есть арт-объекты какие-то, какие-то идеи, какие-то тексты. Достаточно просто находиться в этом пространстве, в это время и в этом месте. Одним словом, видя работы где-нибудь на выставках Лондона, Парижа, Рима и так далее, можем ли мы сказать, что вот эту казахстанскую кисть в любой стране можно выделить, определить и понять, что да, в Кресево человек творил где-то в просторах Средней Азии, степи? — Ой, такой вопрос, который бы я хотел разделить на две части. Первое, это, я тут вижу такой стереотип, да, то есть традиционное восприятие живописи, традиционное восприятие арт-продукта, арт-объекта, суть которого заключается в том, чтобы он отражал действительность именно того пространства, географическую действительность. То есть если это Казахстан, то это должны быть юрты, горы, лошади бегущие, да? То есть если это Лондон, то это должен быть лондонский Таур, Биг Бен, там, или там, например... — И паспортная погода. — Паспортная погода, двухэтажные красные автобусы и так далее. Вы знаете, вот эти вот функции, да, то есть в плане визуализации, я бы оставил бы фотографии, я бы оставил бы рекламе, я бы оставил бы другим каким-то моментам. Сейчас современное мировое искусство, оно более-менее такое глобализировано. То есть вырабатывается, извиняюсь, что так серьезно говорю, да, то есть вырабатывается какой-то специфический язык, да, который отражается вот именно в современных средствах коммуникации. То есть то, что объединяет людей, то и отражается в арт-объектах современных художников, в современных выставках того же самого Лондона, Парижа, Сингапура, Сеула и так далее. — Ко всему к этому, наверное, еще можно добавить тот факт, что сегодняшний мир стал настолько открытым и настолько всем интегрированным благодаря всемирной сети и нашим путешествиям, для нас нету границ, что художник Китая, Южной Кореи, Англии, Франции или Казахстана в принципе уже понятие некое такое единое. — Главное, чтобы они выполняли свою функцию в это время, в нашу эпоху. А перед художником напрямую стоят, конечно, какие-то конкретные задачи. Первая задача — это, конечно, будоражить общество. Второе — это транслировать определенные проблемы или определенные темы на своем определенном языке. — Высказывание о том, что истинное, активное творчество любого художника для того, чтобы так творить, необходимо быть полуголодным, да? Классика жанра. Оно для сегодняшнего времени актуально? Вообще, как кризис сегодня отражается на рынке художественных работ? — Вы знаете, как ни странно, кризис, он способствует каким-то новым, поиску новых нейронных путей в голове, да? То есть какие-то, мне кажется, прорубаются в сознании, не обязательно не у художников, а у любого мыслящего человека, какие-то новые, поиск новых каких-то возможностей, и в том числе это затрагивает мыслительный процесс. А мыслительный процесс — это, в первую очередь, и есть творчество, да? — Да. — Вот, поэтому мне кажется, что творчество, скажем так, в двух словах, какие-то кризисные проявления, да, то есть они способствуют развитию, поиск новых форм выражения, там и так далее. А что касается сытой и несытой, да, то есть это немножечко так отдельно, потому что каждый питается по-своему, по-разному, да, то есть у кого-то есть возможность, у кого-то нет, это никак не отражается на творчестве. А вот с точки зрения тремора, с точки зрения восприятия опасности, с точки зрения восприятия страха будущего, с точки зрения восприятия страха старения, страха, не знаю, всего там, все болезни, да, там и так далее, все это, оно структурируется и, наверное, на каком-то эмоциональном уровне оно выстреливает в какие-то манифесты, в какие-то лозунги, в какие-то... Ну, в общем-то, это все отражается на работе художника, мне так кажется. Высокопарные слова вы сейчас сказали. Все-таки мысль простую хотелось бы, опять-таки, вернуть. Сегодня картины стали хуже продаваться? А картины никогда хорошо не продавались. В Казахстане или вообще? Скажем так, вообще никогда, а в Казахстане еще хуже. То есть, сегодня, в последние десятилетия, картины продаются с применением всех необходимых ритуалов, всех необходимых норм продажи, которые уже выработаны годами. Задача перед художником стоит в том, что нужно найти тонкую грань между полезностью и своими желаниями реализоваться как художником. Вот однажды один ваш коллега мне сказал, «Ты знаешь, я творю, и мои работы делятся на два типа. Один тип – это для моего кармана, другой – для моей души». Это у каждого художника так. У вас есть те работы, которые вам никогда бы не пришло в голову и никогда бы не было желания писать? Ну вот, черт возьми, заказ. Ну, мне кажется, твой визу-визу, наверное, в чем-то был прав. Но я не рассматриваю это как карманы, я это рассматриваю как комнаты в квартире. То есть, на кухне я кушаю, а в гостиной я принимаю гостей, а в спальне я сплю. Заказ, который, опять-таки, и творчество, и тот посыл, который несет картина, которую у вас заказывают, и не близка она вам по душе. Разве можно ее от души писать? Вчера только у меня был такой момент, когда у меня абсолютно не было настроения писать, но нужно было это сделать. И я согласился написать картину вот именно непосредственно в том пространстве, в том месте. Есть перманентное состояние лени, это присуще всем творческим людям, но существует определенная технология по настраиванию в свое сознание для того, чтобы соответствующим образом сработать. Мне кажется, в этом есть разумность. Великолепная исполнительница Толканзабирова, которая сказала, исполнители могут быть разные, но истинно глубокий исполнитель должен быть обязательно профессионалом, с музыкальным образованием. У художников так же? Вот художники-самоучки, хоть имея семь пядей во лбу и родившийся гений, без образования, какой он имеет потолок? Я считаю, у меня нет права высказывать свою точку зрения, так или нет, тем самым навязывая ее. Но мне кажется, что художественное образование так или иначе должно быть. А в институтах оно получено будет, или через учителя, то есть это цеховость, мастер, ученик и так далее. Это бесспорно, потому что без учителя не бывает дальнейшей вот этой вот логики трансформации стилей. От Черного квадрата Малевича, то есть Стерлигову, была передана какая-то информация, и он открыл чашно-купольную систему. Сейчас стерлиговцы в России являются сильными, скажем так, беспредметниками, то есть абстракционисты и так далее. То есть Геннадий Герасимович Зубков, он, к счастью, он еще живой, живет и здравствует в Санкт-Петербурге, он является, скажем так, прямым потомком той информации, которая в начале 20 века была сгенерирована и, соответственно, развивалась. Понятие век живи, век учись для художника тоже применимо? Вот повышение квалификации, как выглядит? Скажите, пожалуйста, для кого это неприменимо сейчас? Конечно. И более того, хотел бы сказать, что я сейчас организую помимо художественной практики, я осуществляю еще и художественные проекты, арт-контесты так называемые. То есть я организую на деньги спонсоров конкурсы среди тех художников, на мой взгляд, которых обладают потенциалом, и победитель едет со мной выставляться на ту или иную зарубежную площадку. Такие молодые дарования. Ну, я вначале думал, что это молодые дарования, но потом я понял, что не стоит опять же сужаться в определенном каком-то смысловом коридоре. Получилось так, что победитель предпоследнего, то есть первого арт-контеста, Всеволодимидов, он достаточно известный и достаточно зрелый такой художник. Мы с ним поехали в Сеул, выставились оба. Из этого я получил опыт общения с таким, скажем, не побоюсь этого слова, великим художником. Ну и в то же время ему помог ощутить две вещи. То есть первая вещь – это получить свой опыт, получить новый опыт и ознакомиться с тем, что происходит за рубежом. И вторым – поверить в себя еще раз очередной раз. Возвращаясь все-таки к вопросу, который я хотел бы опять-таки понять на него ответ. Как вы занимаетесь самообразованием? Как вы себя вытаскиваете из этой так называемой зоны комфорта? Самообразованием я не занимаюсь, потому что у меня есть, во-первых, высшее образование в художественной академии, во-вторых, у меня есть педагог. Правда, сейчас мы уже как-то она прекратила преподавать, но старт моему творчеству она дала. То есть Ахжол она мне дала, это Назипа Нурмухамедовна Ежинова. То есть это, мне кажется, самый крутой, самый сильный искусствовед в Казахстане. И, в общем-то, я даже знаю многих ее учеников, которые тоже считают себя ее последователями. И тоже они достигли определенных уровней в развитии сознания и представляют из себя кого-то в нашем обществе. Мысли такой, вот все-таки все это приостановить, оставить и на какое-то время отправиться в некое путешествие, для того, чтобы подчеркивать, черпать новые мысли, новые идеи, новое вдохновение, не было? Мне кажется, это будет шаг назад. Потому что нужно, мне кажется, находиться... Такое время сейчас, что... И даже многие философы современные говорят о том, что нельзя останавливаться на том, чего ты достиг. Нужно, как бы, наоборот, интенсифицировать свои усилия по продвижению вперед и по саморазвитию. Потому что, если осуществить такое вот действие, действие, о котором вы говорите, мне кажется, можно потратить... Утратить темп трансформации, темп движения. Все-таки, опять-таки, меня терзает мысль и мне непонятная вещь касательно вот этого творческого застоя, который посещает так или иначе любых творческих людей. Если этот застой есть, сам себя настраиваешь, нет, надо работать, надо идти. Потом не возникает некого стыда за ту работу, которую ты сделал без вдохновения. Здесь очень большой веер, большое разнообразное количество факторов на это влияет. От личной жизни, семьи, поддержки, друзья, среда, здоровье, цикл жизни, то есть, 32 года или 24, мушельжас. Все это влияет на творческий потенциал художника. Я не представляю, чтобы художник был удовлетворен когда-нибудь. Когда-нибудь. Окончательно своей работой. Только ради того, чтобы... И удовлетворен только тем, что он успел убедить своего заказчика в том, что это хорошая работа была сделана. Потому что художник – это не фирма. Художник, он не будет себе на горло собственной песни наступать. Он не будет пользоваться семиминутной выгодой для того, чтобы продать мешок гнилой картошки, чтобы потом сидеть и лапы сосать. Понимаешь? Сегодня Казахстан, как страна, которая развивающаяся во всех направлениях, во всех сферах, включая, опять-таки, культуру. Мы можем говорить, что у нас сложился некий пласт таких наших бизнесменов, предпринимателей, состоятельных людей, одним словом, которые и являются истинными ценителями казахстанского творчества? Я бы сказал, что в Казахстане сложился такой тренд, что искусство, и это уже немаловажное значение имеет, что искусство, оно имеет значение для жизни социума, для его развития и так далее, как и культура, как и здравоохранение, как и образование и так далее. Вот. Просто, мне кажется, нужно пройти еще какой-то временной промежуток, чтобы понять, насколько это важно, но или, или нужно обладать способностью моделировать будущее, чтобы понять, что это важно. Например, в Азербайджане есть четкое понимание, вот я вот делаю вывод, потому что в этом году или в прошлом они сделали центр современного искусства, который спроектировал известнейший архитектор, номер один, на мой взгляд, это Заха Хадид. То есть, это имя уже о чем-то говорит. И прекрасная архитектура, я видел это здание. Вот, вот, то есть, они уделяют, что там внутри, уже там, то есть, я не знаю, да, то есть, я там не был, не ты. А вот в Сеуле мы выставили с Севадимидовым, тоже здание было, Донгамун дизайн плаза, тоже Заха Хадид сделала. То есть, я увидел качество не только идеи архитектора, но и качество строительства, да, там, то есть, я вижу архитектурные объекты в Астане, которые сейчас там строят, и понимаю, что для того, чтобы создавать, извините, что я уже в другую тему, это очень важно, и очень, понимаю, да, что важность интересных архитектурных форм, но для того, чтобы создавать интересные архитектурные формы, да, в промышленном масштабе, нужно обладать, во-первых, с промышленностью, во-вторых, технологией строительства, да, то есть, ну и сразу, соответственно, деньги там, и это очень так все сложно. Ну, слава богу, как говорится, что в этом вопросе мы тоже не стоим на месте, Сирик, без работ, которые делали, все-таки минимальное и максимальное время, которое занимали? Ну, минимальное время это перформанс, то есть, это либо 20 минут, либо час. Минимальная картина арт-перформанса у меня в 2014 году, Новый год Риксис, была 5 минут картина. Быстрая живопись в перевернутом виде, портрет Джимми Хендрикса. То есть, я к этому портрету долго стремился, то есть, не долго стремился, подготовка перформанса заняла месяц, то есть, нужно было набить руку, чтобы быстро-быстро вот так вот сделать в перевернутом виде, плюс ко всему. Ну, это элемент шоу, да? А максимально у меня есть одна картина, которую я 3 года пишу, я просто использую краски из холста, то есть, в зависимости от времени года, то есть, она называется у меня время года, это абстрактная картина, состоит из большого количества капель, пятен и мазков, вот, и она постоянно у меня трансформируется, меняет в зависимости от времени года, то есть, осенью она у меня желтая, с темно-зелеными оттенками, зимой она у меня холодная такая, голубая. Но она когда-нибудь будет завершена? Она уже завершена, она уже висит, то есть, она уже несколько лет, как бы там слоев есть, то есть, это такой небольшой мой эксперимент, некоммерческий абсолютно, то есть, просто ты задал про картину, я тебе ответил, какая картина долго писала. Завершая нашу программу, у нас есть некая традиция, мы устраиваем блиц-опрос, ответить на который нужно максимально быстро, практически не думая, вот как на духу, да, ну и, конечно, надеюсь откровенно. Картина мечты. Чья? Моя? Картина мечты? Не думал, не знаю. Пока еще, значит, впереди она. Да, да, да. Ваши картины стоят тех денег, которые за них платят? Стоят. Если бы не стали художником, то кем? Моряком. Что или кого никогда в жизни бы не стали рисовать? Нет такого. С кем из исторических персон вы хотели бы встретиться и поговорить по душам? Ну, если я скажу Винсент Ван Гог, то это было бы попсово, но я не побоюсь выглядеть попсово. И это в своего рода опять-таки открывает немного нам ваш внутренний мир. Я вас благодарю за эту беседу, Сергей. Хочется пожелать, конечно же, постоянного полета фантазии и вдохновения художника. Благодарю. И чтобы нас не переставали радовать своими новыми работами. Спасибо. Одна из гордостей казахстанского художества и искусства Сергей Буксиков был сегодня у нас в гостях, дорогие друзья. Вам еще раз напоминаю, что это была программа «Вечерний гостья». Мы с вами прощаемся. Увидимся, как всегда, завтра в это же время в эфире телеканала Алматы. Любите искусство. Спасибо. Спасибо. Здорово.